Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Спаси Христос, братья, за молитву. Игнат Тихонович, мир вам! С миром, брат Михаил! Если есть у кого-то вопросы, задавайте. Игнат Тихонович постарается ответить. Да, жду. Игнат Тихонович, Александр, можно, да? Да, давайте, говорите, пожалуйста. Что такое Солма написано, вначале, песнь восхождения. Что такое песнь восхождения? Так я не понимаю. Песня восхождения? Нет, песня восхождения. Что это такое означает? Вот 129, 130, там тоже песня восхождения. Что это такое? Ну, восхождение. Это означает возвышение. И когда шли они с ковчегом... Это название-то идется к тому времени, когда это было, когда они шли оттуда. Они приближались к большему и большему. Наконец будет построен храм. По тогдашним временам они понимали, мы не просто приезжали и помолились, а мы все время поднимаемся выше, как по ступеням. Песни, восхождение, это так понятно. Если человек хорошо живет, переходите, говорит, от веры в веру. Не так, что из православных, пойдите куда-то. А то есть, если бы сегодня одно было открыто, завтра другое, и ты все духовно растешь. Песни восхождения. Понятно. И еще вопрос такой. Вот Авраам встречает трех Господа в виде трех ангелов, и он обращается как к одному господин. Если бы на что-то войди в шатер мой. То есть, как бы открыто ему было что-то Бог или как-то, или что? Да, Господь явился в виде ангела. Один под видом ангела, один Господь и два ангела. Поэтому он к нему и обращается. Это не три ангела. Когда мы считаем в Откровении, там прямо говорится, и об этом Малахия пишет, и ангел завета придет. Христово имя ангел. Ангел это существа, которые на небе падшие, ангел с маленькой буквы. Живые, которые живут по Слову Божию, как ангелы и сам Господь. Четыре вида ангелов под одним словом. Спаси Христос, понятно. Аллилуйя. Вот Рублев-то, когда рисует картины, это не Троица, это обман. Это не Троица совсем даже. Это Господь в таком виде явился, и два ангела сопровождающие его. Название иконы неправильное. Так, никого больше или нет? Нет, Матя Тихонович Мирова. Меня слышно? Слышно, да. Некоторые говорят, люди, что причащаться нам чаще, девятое апостольское правило в какой-то там гласе. Ну, Ишкова, а что ответить? Где-то нашли они такое. Вот при нахождении Христа на земле причастились один раз. Готовность. А сегодня священник, он понимает, он никто, он только отец называется, он не родил. Павел говорит, я родил вас благовествованием. Когда пишет Филимону, того его раба, который обокрал, я родил его, теперь Аниси мой, ты самим собой мне должен-то. А что он украл, считай на мне этот долг. И когда никто не обращается, не считается, это не отец, а только одно название. И вот это надо хорошо, прекрасно помнить. Смысл-то в чем заключается? Если мы свидетельствуем о Господе, у нас другое название. И это название Господь подтверждает нашими делами. Давайте еще раз произнесите, что говорили. Прямо в словах уловите оттенок этот. Повторите еще раз. Говорят, что надо причащаться чаще. Так, и на этом остановитесь сразу. А говорят, кто говорят? Где это в Писании написано? Слово говорят. Говорят, это ли апостолы. Стануешься на 9 апостольское правило. Этого нету нигде. У священника нет никаких рычагов. И поэтому он этим держится. Чаще исповедуйтесь, чаще причащайтесь. Иначе там, если ты не причащаешься, там отлучить могут. Это безумием, больше никак не назовешь. В церкви каноны отлучающие. Вот этот, который священник говорит так. Скажите, женщины делают аборт. Это тут 90% абортницы стоят, абортницы. За аборт, за один, 10 лет отлучения от церкви. Отлучение. И разбивается на 4 ступени, она должна плакать. В храм. Там изменил муж жене. Там 6-7 лет стоит только где-то. А женщина больше отлучается. Ну так Василий Великий сделал. А то чаще причащайтесь. Они достойно не готовы. Это что, сухари какие-то пожевать надо? Многие больные, немало умирают. Все морги забили причастниками. Все кладбища уже, наверное, зарывать даже не будут. И все это дело рук священников. Златоуз говорит, лучше я мое тело отдам псам, собакам, нежели не достойно причащающимся тела Христова. Чаще, чаще никогда не было. Князь Владимир крестил, когда 4 поста. В каждый пост все. Чаще, 4 раз в году этого не было. Златоуз говорит, иных причащается 1 раз в 2 года. Смотрим не на это. А Мария Египетская 47 лет не причащалась, и святой считают. Вот. Откуда там взяли, что чаще причащайся? Это означает, не готовый человек. А так смертью гонят такими словами. Вот так. Сейчас, получается, многие не готовы. Я видел, и курящие подходили. У нас есть Святая Библия. 12.48 Евангелие Тиана говорит, слово мое, которое я говорил, с большой буквы Я, оно будет судить вас в последний день. Если оно будет судить, значит, вот наш мандат, с которым мы явимся. На суде Божьем. Счастья этого никогда не было. Никогда. Тщательно приготовились. Достоевский, когда был там в Бузах, там, как каторжник, и то говорит, неделя это была, мы гавели. Гавели. То есть усиленный пост. Подготовка к причастию. Сегодня с улицы идет уже отче наш, а вне сумки она забегает. Попутно, попутно на базар идет бабка-то. Священник стоит с чашей и кричит, кто еще не причащался? Кто не причащался? Это даже никогда не слыхано было. Или он вообще неверующий стоит здесь, или у него в чаше что-то там другое. Так звать на вечерю Господню никогда не было. Это хуже Иудина целования. Так что не верьте им. Спасибо Христосу. Аллилуйя. Итак, проверяет себя человек. Апостол Павел прямо говорит. Причастие не причащаются грехи. Откуда они это взяли? Прощается голговская кровь, когда текла. Вот это. Помните об этом. Без пролития крови не бывает прощения. А в чаше пролития-то нету. Это содержание. Притворение. Ну, нигде тут. Если болен, то призовите, пресетеров, помолятся над ним. Идут здоровые стоят. А что идет? Соборование. Откуда вы взяли? Призовет. Это значит, он парализованный, лежит больным. Призовет. И помолятся не с ним, а над ним. Над ним. Он лежит. И над ним помолятся. Ну, маленько тут. Что вы делаете-то? По-русски считать не могут. Призовите пресетеров и помолятся над ним. Если согрешил, Господь простит. Вот здесь прямо о прощении грехов говорится. А в причастии нет прощения. А что? О животворении. Кто не причащается, не ест плоти сына человеческого, не пьет крови, в том нет жизни. Поэтому такой дохлый народ. Спроси, что оставил на земле? Ничего. И вот начинает, как только посы ходит к батюшке, я не могу там, помоги мне, мне нужен бульончик куриный. А к нашему отцу Акиму никто не подходит. А почему? Да у него власти никакой нету. Вот болен человек, разрешается по разрешению священника растительное масло и немного вина. Немного, там может быть глоток. Другого правила нету. Апостольское правило 69-е. Не исполняет человек, извергается и церкви. Я определенно говорю, где написана эта книга правил. Апостольское правило 69-е. Слушаю дальше. Никого нет, видишь, как быстро. Слава Богу. Тут такой случай был. У меня брат Айким, он священник. Ну и вот он где-то там поехал, кому-то там в России или в монастыре был. И батюшка говорит, я так устал уже тут. Сегодня исповедника там 150 человек. Ты не можешь помочь мне? Он говорит, ну я буду по-своему исповедовать. Так как у нас принято? Так это и надо. Ну ладно, батюшка-то скрылся тот. Отец Айким вышел и начинает говорить. Так, кто не постился этот пост, можете идти домой. Исповедовать не буду. 90% подъехало. Остается немножко. Так, кто без борода, не буду исповедовать. Сначала пускай борода отрастет. Еще остается человек пять. Все, исповедовал их. Ну, кто идет? Это все с улицы, улица. Почему, говорим, как? Оглашенные, зайдите. Оглашенные трижды раз. А что, они выбросили даже? Оглашенных они не знают кто. Я говорю батюшке, другому там нет. Он говорит, да ты сам должен быть. Так выйди. А что надо делать? Купить большой амбарный замок и повесить на храм. Закрой. И начинай ущить во дворе. Месяца через три по одному человеку запускать будешь. Люди тут совсем не верующие. Православие на веру это не знают. Нету никакого православия. Православие это строгость, изысканность, красота. А сегодня ничего нету. За деньги, за деньги, за деньги. Бизнес церковный. Господь это проклятие вымел оттуда. Сначала сказал, дом мой торговля сделал. А в конце уже говорит, дом мой вертепов разбойников. Разбойники сидят там. Из-за крещения-то мокрой ладошкой по лбу и крещения. Ни один еретик, ни один сектант так не крестит. Где крестил он? На Иордане. Крест Вадимир Гляк крестил? Днепр. Ну мы что, слепые, не видим, что делается. И кроме того, деньги. Деньги, значит, священника надо извергать. И крещение недействительное. Симония. Смертный грех. Я ничего нового не говорю, кроме того, что написано в Святой Библии. Ну маленько-то позаботьтесь о своей душе. Один на другой к священнику подошел. Так вы меня покрестите? Так ты, атомочение, это не крещение. Крещение переводится погружение. По-немецки, погружать. Чтобы в воде скрылся. Чтобы непогруженным не было даже блошиный глаз. У блохи какой глаз? Даже меньше, чтобы не было непогруженным. Полностью должен уйти под воду. А священники обманывают людей. Крещения нету. Стоит там, одевший, в тазик лбом его толкает, только тазик стучит. Я ничего вам не могу сказать, кроме того, что Слово Божие говорит. И где крестил он, где много воды? Ему на Ксилипом едет, и оба сошли в воду. Оба сошли в воду. Вот и все. А где оно в православии-то? Ну, великий пост. Я первый пост буду соблюдать, последний. А я золотой пост, говорит, у царя семь дочерей. Ты первую, последнюю почтил, а которая пятеро? Нет, царю понравится это. И все. Обман. Везде все обман, обман, обман. Лжом больше, чем мусульмане. А там, кажется, на каждом шагу, а у нас еще и выше. Начинают поститься нельзя. Я путешествующий. Сейчас, которые там воюют, можно не поститься. Это взяли-то они из Корана. Из мусульманской книги. У нас этого нету. Еще не возьми, куда не ткнись, и все вопреки Слова Божьего. А вопреки это, где мы будем на суде Божьем? Бог будет судить нас по Евангелию, по Святой Библии. Вот по Нему надо и жить. Так, вопросы? Никого и нету. Ну, все, тогда отхожу с Богом. Благодарю за молитву. Благодарю за интересный ответ. Аллилуйя. Аллилуйя. Продолжение следует...